Добрый вечер. Я очень рада видеть тут так много народу. Надеюсь, что я вас не разочарую и что на последующих лекциях цикла тоже будет такая значительная аудитория. Первая тема, она относится, наверное, скорее к предыстории того, что происходило в 20 веке, потому что архитектура Арнуво свой расцвет пережила в большинстве европейских стран в 890-х годах. И в начале 20 века этот стиль уже начал мутировать настолько, что те архитекторы, которые не смогли изменить свою манеру, к концу первого десятилетия 20 века остались без работы. А те, кто смог, потом превратились в крупных архитекторов современного движения. Я хотела бы для начала пояснить, почему в заголовке стоит название Арнуво. Хотя для нас в русской традиции более привычен стиль модерн. Дело в том, что в разных странах у этого стиля были разные названия. Вам, вероятно, известно, что в германоязычном... В Германии он назывался «Югендстиль» по названию журнала «Югенд». В Австро-Венгерской империи и, соответственно, тех странах, которые из нее образовались, это был стиль «Сицессион». В Италии он назывался «Стиль Либерти» по модному английскому магазину или «Флориале». В Испании, в Каталонии, главным образом, он вообще назывался «Модернизм». В общем, чтобы не путаться, в последнее время все-таки даже в русскоязычной традиции есть тенденция к тому, чтобы использовать вот эту французскую форму Арнуво – «Новое искусство», для того, чтобы в частности отличать от модернизма XX века. И эта тенденция касается также всех других стран, где раньше было принято другое название. Стиль этот появляется, как часто бывает, как реакция на предшествующее состояние архитектуры. То есть вторая половина до и середины XIX века – это время, когда главенствующим стилем был историзм или эклектика, как его еще иначе называют. И вот ближе к концу XIX века возникло ощущение того, что этот стиль как-то страшно неорганичен. Даже не стиль, а вообще такого рода архитектура. Что, начиная с эпохи Возрождения, архитектурное образование и архитектурная практика строились на основных принципах Ветрувянской триады. Вот знаменитая эта триада – польза, прочность, красота. Три стороны зодчества, которые должны существовать в неразрывном единстве. И в середине XIX века оказалось, что эти три стороны развиваются совершенно самостоятельно. Польза – это функциональность, функции стали появляться совершенно новые, и традиционные формы зданий никак для них не подходили. Прочность – это конструкции тоже стали совершенно новыми. Появились стальные каркасы, и новые методы строительства стали внедряться очень активно. А красота превратилась в украшение, в декор, который выбирался достаточно произвольно из разных эпох, поскольку в XIX веке наука, история, и в частности история архитектуры, очень сильно продвинулась, знания об исторических стилях были широко распространены, и архитекторы оказались в состоянии распоряжаться довольно произвольно этими заимствованиями. С нашей исторической дистанции понятно, что архитектура историзма обладала тоже большими художественными достоинствами, там было создано много всего интересного. В частности, сейчас вряд ли кто-нибудь скажет, что Парижская Грана-Пера, которую вы сейчас видите на экране, это плохое архитектурное сооружение. Но когда ее достроили, сразу же стала появляться критика того, что эта архитектура лишена правдивости. Вдруг возникает представление о том, что правдивость – это какое-то важное для архитектуры качество, и возникло ощущение его нехватки. Параллельно, не только в архитектуре, а вообще во всех видах искусства, возникает новое стремление к цельности. Стремление к цельности, которое в своем таком совершенном виде было выражено понятием «гезамткунстверг», введенным в обиход германским композитором Рихардом Вагнером, крупнейшим культурным героем второй половины XIX века. Он его применял главным образом к постановке своих опер, но для него было принципиально важно, что опера – это не просто музыка, но это единство архитектурного пространства, живописи, декораций и скульптурных элементов декораций, музыки. И даже было стремление подключать к этому синтетическому действию еще и запахи. И вот мы сейчас до сих пор так воспринимаем, что в архитектуре историзма произошел разрыв связи между функцией, конструкцией и декором. За привычными нам фасадами, которых очень много на улицах всех исторических городов, включая Москву, может скрываться все, что угодно. И по этой причине эти дома очень легко подвергаются реконструкции, за этими фасадами легко возникает новое содержание, новые планировки. Но вот так острая неудовлетворенность положением вещей и поиски нового единства, новой эстетики, не опирающейся на историю, началась не в архитектуре, а в области быта, предметов быта, предметов декора. Дело в том, что промышленная революция и потребности экономики привели к тому, что бытовые предметы не только для дешевого потребления, но и для вполне обеспеченных буржуазных домов стали в основном изготавляться фабричным способом. И выяснилось, что исторические формы очень плохо поддаются тиражированию, то есть появляются грубые и олиповатые предметы. И это связывали и с отчуждением работника от плодов его труда, то есть одновременно еще происходило развитие социальной мысли о том, что такое положение дел еще очень несправедливо с социальной точки зрения. И вот эта Great Exhibition, великая выставка, первая всемирная выставка, которая прошла в Лондоне в 1851 году, она, продемонстрировав огромное количество разнообразных предметов декоративно-прикладного искусства, очень ярко показала, что современное производство приводит к резкому падению эстетического качества. И именно с этим в первую очередь начали бороться. Важнейшей фигурой, которая стояла у истоков обновления эстетики европейского, американского, ну и, в общем-то, мирового искусства и архитектуры, был британец Уилли Моррис, который был социальным мыслителем также, и который, по факту, стал основателем движения, которым по-русски называемым искусство и ремесел, Arts and Crafts. И он стремился одновременно восстановить связь между работником и его произведением. Он считал, что это необходимо для того, чтобы получилась искренняя, подлинная и, соответственно, красивая вещь. И восстановить гармонию между человеком и природой, и вообще изгнать уродство из человеческого окружения. В качестве уродливого он и многие его современники осознавали городскую среду в целом, среду крупного промышленного города, который не только застраивается вот этими крупными зданиями в стиле историзма, но и полон шума транспорта, шума и грязи от промышленности. И первый вывод, который он этого сделал, то, что человек должен вернуться к природе, что жить гораздо лучше в ближайших окрестностях города. И от этого взяло свое начало движения городов-садов, очень популярных в конце XIX и в начале XX века. И он поставил эксперимент на себе. С помощью своего друга, архитектора Уильяма Уэбба, он в 1859 году построил свой первый загородный дом в окрестностях Лондона, но теперь тоже в городской черте, так называемый Красный дом. Как вы видите, по-своему это тоже историзм. То есть Моррис, который также был тесно связан с движением прерафаэлитов в искусстве, решил, что вот эта правдивость, гармония и целостность красоты существовала последний раз в эпоху до Возрождения. И начинают работать с типологией, с эстетикой средневековья, но стараются, во-первых, обновить ее, во-вторых, соединить с требованиями современного комфорта. Вот этот дом, который вырос как будто органично на протяжении долгого времени, составлен из отдельных объемов, где перетекает пространство не только между помещениями, но и между первым и вторым этажом, был весьма комфортен на уровне середины XIX века. В частности, был снабжен современной канализацией, и там была ванная с горячей водой. Ну вот здесь можно посмотреть планировку, где соединяется и амфиладная система, и вводится коридор, который обеспечивает такой уровень приватности, достаточный внутри дома. И внутри создается совершенно новый интерьер, в котором просто гораздо меньше вещей, чем было принято в это время. И самое важное, каждый из этих вещей красиво. Но с точки зрения Морриса все-таки красивый – это украшенный. Поэтому, видите, даже стекла в окнах – это витражи, расписные витражи. Вот здесь я поставила рядом такой типичный, хороший, надо сказать, интерьер середины XIX века на черно-белой фотографии. Оно цветной, образцовый интерьер, созданный Моррисом и его друзьями. Вот так, как он понимал себе современную красоту. И уже тут выяснилась некоторая несостоятельность его позиции. Ну, собственно, красота – понятие субъективное, но более важно то, что все эти предметы, изготовленные вручную, оказались несуразно трудоемкими и дорогими. То есть выяснилось, что вот эта утопия – воссоединить работника и плоды его труда, и при этом сделать красоту, доступной для всех слоев населения, не работает. Фирма Морриса, артель, которую он создал для производства художественных изделий, обслужила в итоге богатых людей, производила предметы роскоши. И самым успешным из его предпринимательских проектов был выпуск бумажных обоев и тканей для обивки мебели, для гардин, для интерьера. И надо сказать, что многие из этих обоев и тканей выпускаются до сих пор. То есть устойчивость, популярность оказалась очень-очень значительной. Это стремление к тому, чтобы красивым и одновременно удобным было все, требовало именно целостной среды, то есть не только единства архитектуры, декора интерьера, предметов обстановки, но и одежды обитателей дома. И одновременно, ну, собственно, уже с распространением движения искусства ремесел и в дальнейшем, когда вступает в свои права, собственно, эпоха Арнуво, происходит реформа платьев. Но в первую очередь женских платьев мужчины все-таки оказались более консервативны. И главное, что произошло отказ от корсета. И это нам показывает, что вот это движение в сторону новой эстетики было одновременно движением в сторону комфорта, в сторону здоровья, потому что очень много говорилось о том, как корсеты вредны для здоровья, и, по большому счету, к свободе. К свободе, как условию счастья. И вот эта культура Арнуво – это культура, которая полагает возможным и достижимым счастье практически для всех людей. Опять же, не забываем о том, что Морис – сторонник социализма, и многие художники, архитекторы его эпохи тоже разделяли это стремление к равенству и счастью для всех на основе свободы. Мы уже говорили о том, что стиль Арнуво был распространен в очень-очень многих странах, даже за пределами Европы – в США, в Канаде, даже и в Южной Америке, и отчасти в Японии. И в то же время это очень короткий стиль, и распространялся он очень-очень быстро. В общем-то, это произошло, наверное, впервые в истории, когда так мгновенно новая эстетика завоевывает мир. Для этого существовали новые механизмы, но важнейшим из них было появление специализированных журналов. Журналов, которые сами по себе являлись художественным экспериментом, потому что одно из важных направлений движения искусства ремесел и Арнуво – это возрождение книжной графики и искусства книги. И вот здесь я поставила рядом несколько обложек журналов из разных стран, которые сыграли вот эту принципиально важную роль в распространении Арнуво. Это прежде всего британский журнал «The Studio», это венский журнал «Ver Sacrum», «Весна священная», германский журнал «Югенд», итальянский «Нависсимо» и русский журнал «Мир искусства», который начинает выходить в 1898 году, все-таки в Россию стиль Арнуво пришел немножко с запозданием. Другим важнейшим механизмом распространения новых художественных архитектурных веяний были всемирные выставки. Или даже не всемирные, а крупные международные выставки. Центральным событием интересующей нас эпохи была всемирная выставка в Париже 1900 года, но на следующий год уже в Глазго прошла всемирная выставка. В 1896 году была важная промышленная выставка в Мюнхене, а еще в 1888 году в Барселоне, в 1902 году в Турине и так далее. Время, о котором мы говорим, получило название «Бэль эпох», «Прекрасная эпоха». Не только потому, что в это время создавалось много красивого, и жизнь стала более красивой, но еще потому, что это время какого-то очень большого благополучия в Европе, когда не было крупных международных конфликтов, когда даже Франция обходилась без революции, когда появилась совершенно новая свобода передвижения, достаточно экономичным было передвижение по железной дороге, люди много путешествовали. В частности, художники, архитекторы могли и считали своим долгом посещать вот эти международные выставки, не только следить за их освещением в прессе. И там происходили международные контакты, которые приносили очень быстрые, очень серьезные плоды. В частности, мы в конце лекции к этому вернемся. Визит на всемирную выставку в Париже в 1900 году радикально изменил архитектуру Федора Шехтеля. Итак, давайте посмотрим собственно архитектуру Арнуво. Первые примеры мы встречаем в Бельгии, точнее говоря, в Брюсселе, то есть франкофонной части Бельгии, и именно поэтому название Арнуво так закрепилось и стало основным. Вот этот дом, который вы сейчас видите на экране, спроектированный архитектором Виктором Арта, дом Тасселя в Брюсселе, считается первой постройкой архитектуры Арнуво. Это 1894 год. Это узкий городской дом на одну семью, но встроенный в сплошной фронт. У него несколько более пластичный объемный фасад, чем это было принято, то есть весь центр занимает большой эркер, но у него совершенно новая планировка с перетекающими пространствами, в котором, в частности, лестницы не затиснуты куда-то в угол, не являются чисто утилитарным элементом, а являются центральным элементом композиции. Вот посмотрите, лестничный холл слева и другая лестница справа. То есть внутри этот дом гораздо сильнее отличается от своих предшественников и соседей, чем снаружи. Здесь действительно нет никаких исторических отсылок, здесь есть очень красивые, энергичные, изогнутые линии, и если здесь возникают какие-то ассоциации с узнаваемыми формами, то это формы природные. То есть здесь Виктор Арта пошел другим путем, нежели Морис, но тоже стремился восстановить единение с природой, даже в плотно застроенной городской среде путем использования природных линий и форм в архитектуре. Но интересно, что он соединяет это с новыми материалами. Вы видите, как активно в интерьере частного жилого дома присутствует металл. Вот еще такого же рода интерьер того же архитектора Виктора Арта тоже в Брюсселе. И здесь мы видим, что не только металл здесь присутствует, но и стеклянный купол появляется в центре интерьера, то есть источник света перемещается от стен и вводится в само сердце дома, где свет проникает сквозь купол, который сам по себе является важнейшим украшением. Обратите внимание на то, что стены здесь очень светлые, так скажем, белые или очень светлые. Здесь нет вот этого узорочья, предлагаемого Моррисом, и здесь нет тех очень насыщенных цветов, которые были характерны для интерьеров XIX века. Я вот не показала вам цветных изображений таких интерьеров, но хочу напомнить, что в первой половине XIX века изобретают анилиновые красители, которые... Представьте себе, что такое анилиновые красители или уже нет? Очень едкие, очень яркие, насыщенные цвета. И эти красители использовались в первую очередь для домашнего текстиля. То есть очень яркие обои, очень яркие занавеси, очень яркая обивка мебели. В качестве реакции все светлое или очень нежных, деликатных тонов. Перемещаемся из Брюсселя в Париж. Виктор Гемар, важнейший архитектор Арнуво во Франции, в Париже, общался с Виктором Арта, он ездил в Брюссель и сам признавал, что на его вот эту новую архитектуру повлияло именно общение с Арта и знакомство с его творчеством. И вот он принес эту архитектуру в Париж. Сейчас вы видите первый такой важный французский дом в стиле Арнуво, называется Костель-Беранже. Это обычный многоквартирный жилой дом, построенный по заказу муниципалитета в результате конкурса на новые решения фасада. Как вы понимаете, Париж очень недавно перенес радикальную реконструкцию, которая проводилась под руководством барона Османа, когда возникло то, что мы представляем себе как Париж. И вот эта застройка, подчиненная очень строгим регламентом, воспринималась как скучная, однообразная и невыразительная. Не сначала, когда ее строили, а вот когда уже построили, много одинакового, решили, что это совершенно неудовлетворительно. И муниципалитет в качестве эксперимента провел конкурс на новый фасад. И этот конкурс выиграл Гемару, вот этот дом был построен. На самом деле интересен не столько фасад, хотя мы сейчас увидим детали, но и внутренний двор. Вот картинка справа, это внутренний двор этого дома. Это совершенно тоже новая вещь, потому что архитектура и историзма принципиально фасадная. То есть вся красота ориентирована на улицу. Дворовые стены, как правило, обходились без декора или с минимальным декором, не должны были нести художественную функцию. Арнуво считает, что красота должна быть везде, и она должна быть неотделима от архитектуры. Вот вы видите подворотню и металлическую калитку, которые ведет вот в эту подворотню Костель-Беранже. Здесь тоже вы видите органические формы, отдаленно напоминающие какие-то водоросли или рыбу, или, может быть, даже лягушку, но настолько, что узнать точно этого нельзя. И еще более существенно то, что Гемар вместе с архитектурой дома спроектировал оформление интерьеров, множество предметов обстановки. То есть вот это все его изделия, только некоторые предметы. Вот мы видим совершенно новую форму стульев, хрустальную люстру, а крайне правая полоса – это фрагмент ткани для пошива платья, дамского платья. К сожалению, ни одного дамского платья, пошитого по эскизу Гемара, не сохранилось, но вот в музее Метрополитен хранится неиспользованный отрез с вышивкой. То есть именно тотальное произведение искусства, синтетическое произведение искусства производства. После чего парижский Метрополитен заказал Гемару единый дизайн выходов из метро. Вот это уже произошло наперекор воле муниципалитета, но компания, которая строила метро, настояла на своем, решила, что вот часть того, что мы сейчас называем фирменным стилем или identity, должна создаваться именно вот этими маленькими павильонами, которые прикрывают лестницы, ведущие из-под земли наружу. Слева более ранний вариант, очень много таких павильонов было построено, и справа чуть более поздний со знаменитыми фонарями Тюльпан. Эти парижские выходы метро настолько популярны, что переехали в некоторые другие города, в частности, в Чикагском метро использована вот эта вот вторая модификация. Подобный выход есть и в Нью-Йорке, и, как вы, наверное, знаете, в Москве на Славянском бульваре тоже создана реплика вот такого выхода из парижского метро работы Эктора Гемара. Теперь мы перемещаемся в Мюнхен. И второй раз вы видите картинку, которую я поставила заставкой к своей лекции. Это, опять же, текстиль. То есть это не архитектурное произведение, а это тоже трудно сказать, что это прикладное искусство, потому что смысл именно в линии, именно в рисунке. Герман Обрест, который создал это текстильное панно, был по основному своему роду занятий скульптором. Но вот он, чувствуя потребность в обновлении художественного языка, в качестве даже такого манифеста, сделал эту вышивку. Называется она цикламен, но это настолько стилизованное изображение растения, настолько удалено, как бы от природной формы, что стало более известно, как удар бича или выплэш. Вот этот гобелен многократно выставлялся и привлек внимание очень многих и критиков, и художников, и архитекторов. В 1896 году был выставлен на Международной промышленной выставке в Мюнхене, куда приехало много иностранцев. И вот эта линия стала одним из символов Арнуво и проникла, в частности, в архитектурную декорацию. Одним из самых таких ранних поклонников рисунка этой линии был архитектор Август Эндель, который опубликовал статью, прославляющую эту работу Обреста, после чего они подружились, и Обрест заказал Энделю здание, фотоателье. Фотоателье принадлежало Обресту, это был его такой побочный бизнес, называлось оно «Эльвира» в Мюнхене. К сожалению, не сохранилось до настоящего времени. Вот тот удивительный фасад, который вы видите на раскрашенной фотографии, был изуродован сначала в 1937 году, когда нацисты сочли вот это примером дегенеративного искусства, а в 1944 году просто здание разрушило бомба. И мы можем увидеть его детали только на черно-белых фотографиях. Это совершенно фантастический интерьер, это, конечно, совсем какая-то сказка, ну, к счастью, это не жилой интерьер, и тут не нужно было думать о том, что как люди себя будут чувствовать в такой насыщенной изобразительностью среде, в такой интенсивной эстетике, а это именно фотоателье, где архитектура и декор являются одновременной рекламой. но вот здесь мы видим эту работу с органикой, с органическими формами, которые видоизменяются до неузнаваемости, но при этом реагируем мы на них все равно как на часть природы. Снова Бельгия, но уже фламандская часть, Нидерландоязычная, очень важная фигура такого же архитектора, декоратора, художника, это Анри Ван Девельде. Мы его обычно называем в французском варианте, но поскольку он из нидерландской части, вернее, будет назвать Хенри Ван Девельде, видите, его даты жизни, он прожил очень долго, но сейчас мы будем смотреть его ранние произведения. Начав свою карьеру в Антверпене, он переехал затем в Германию, а впоследствии в Швейцарию, где благополучно дожил свои дни. Известность ему принес его первый собственный дом под названием Блуменверф в окрестности к Брюсселя, который Ван Девельде построил вскоре после свадьбы и строил, с одной стороны, как дом для своей семьи, с другой стороны, тоже как своеобразный художественный манифест, как образец своего творчества, как рекламу, которая должна была привлечь к нему заказчиков. Это дом не только новой эстетики, но и нового образа жизни. Глядя на него, вы можете догадаться, что Вильде был англоманом. Для него был важен Морис, для него была важна типология традиционного английского коттеджа. Кстати, вот еще о чем нужно упомянуть, то, что для Арнуво новое значение приобретает вернакуляр, то есть та традиционная архитектура, которая строится без архитектора, что в этих скромных домах разных народов оказывается возможно найти много правдивых и подлинных идей для новой архитектуры. И вот он строит такой коттедж, на фасаде вы видите какие-то элементы декоративного фахверка, но самое важное то, что здесь внешний вид, объемная композиция, интерьер, планировка, декор абсолютно неразрывны друг с другом. И на фотографии вы видите Ван де Вельде и его жену, и если обратите внимание на ее платье, вы догадаетесь, что это тоже его произведение, и здесь как раз такой очень интенсивный цветочный рисунок в духе Уильяма Морриса. Это несколько более поздний опыт Иван де Вельда в качестве интерьеров, то есть в качестве модельера, потому что целостная эстетическая среда распадается, если там будут жить, находиться люди в неправильных платьях. Поэтому те, кто заказывали ему дома, одновременно заказывали в общем-то все, включая какие-то образцы, по крайней мере, одежды для обитающих в доме женщин. Помимо домашних интерьеров, Ван де Вельде работала с коммерческими, что, естественно, очень сильно расширило аудиторию, потому что в частные дома немногие могут зайти. в 1998 году в Брюсселе он оформил магазин табачной компании, где продавали кубинский табак и сигары. И вы видите, что вот эта новая эстетика в такой деловой обстановке приобретает более сдержанный характер. То есть там есть очень выразительный орнамент, но в принципе его не очень много и большее значение приобретают геометрические формы. Очень быстро происходит эта эволюция стиля. На Парижской всемирной выставке 1900 года Ван де Вельде представил образцовый интерьер с предметами обстановки и вот в частности вот такой письменный стол, варьирующий тип вот этого столика боба XVIII века и кресла к нему тоже очень нетрадиционной формы получили очень высокое признание и тоже очень долго находился в производстве. Вот этот гарнитур находился в производстве, но наверху это серебряная ваза вот той же эпохи. То есть очень сложно увидеть конкретный исторический прототип, форма достаточно простая, чистая и декора как такового весьма мало. В начале XX века ван де Вельде переезжает в Веймар. Первая, ну, одна из первых вещей, которые он делает, это пристройка к дому, где провел последние годы своей жизни и умер Ницше. Сестра великого философа решила создать вот такой как бы архив, где могли бы работать исследователи и пригласила модного бельгийского архитектора сделать пристройку. И вы посмотрите, что здесь ван де Вельде уже минимизирует эти изогнутые линии, начинает работать с прямоугольной формой, с чем-то более строгим, более простым, тем, что не должно отвлекать от серьезного философского или научного размышления. Но через несколько лет он строит новый дом для себя, там же в Веймере под названием Хохпатлин. Я сначала вам показываю эти черно-белые картинки, чтобы вы могли себе представить вот эту целостную жилую среду. Видите, к этому моменту у супругов уже пятеро детей и четыре девочки одеты в одинаковые платья, пошитые по папиному эскизу. В общем, довольно такая, действительно, это не просто тотальная, я бы сказала, тоталитарная художественная среда в том, что касается домашней жизни. И дом этот, видите, он уже совсем странный. То есть тут вроде нету вот этой декоративности избыточной, тут нет удара бича или чего-то такого, но тут есть абсолютная органика. То есть вся наружная форма обусловлена тем, как он устроен внутри. То есть функция соединяется с конструкцией вот таким образом. И это сейчас свежие фотографии недавно отреставрированного дома, который, конечно, потерял множество мелочей и вот такой обжитой вид, но вся эстетика полностью восстановлена. Вы видите, это обилие света, это трансформируемое пространство, вот этот широкий проем мог закрываться раздвижной дверью, и это небольшое количество предметов мебели, это очень строго отобранные предметы искусства и украшения, то есть не должно быть ничего лишнего. И дальше Ванде Вильде вступает в очень тесный контакт с германским объединением Вергбунд, о котором мы, видимо, будем говорить позже, то есть о том, о той группе, которая уже создает предпосылки для распространения функционализма и последняя его работа, которую я вам показывала, работала до 1957 года, это театр Вергбунда в Кёльне, тоже, к сожалению, не доживший до наших дней, но вот представьте себе, театр одна из самых устойчивых типологий, это то, что, в общем-то, всегда хотели строить с колоннами на фасаде. Здесь фасад похож скорее на лицо, на морду какого-то существа, да, это полная органика, а внутри при этом преобладают прямоугольные или чистые геометрические формы, тоже для театрального зала, форма довольно нехарактерная, но театр Вергбунда это театр демократические, да, то есть ложи это что-то недемократическое, поэтому их не должно быть, поэтому такой как бы общий портер. Теперь мы перемещаемся на восток в Вену. Вена крупнейший центр Арнуво во всех ее проявлениях. Помним о том, что это не тот сонный уютный город, куда мы приезжаем сейчас, а это столица огромной, богатой, высокоразвитой Австро-Венгерской империи. Важнейший центр мысли, да, то есть, скажем, Фрейд, скоро появится, Арнольд Шонберг, Витгенштейн, и это все вот одна художественная среда, художественная и интеллектуальная среда. В Австрии Арнуво называют стиль Сицессион, потому что четко, совершенно, это архитектура, это искусство, связанное с деятельностью группы художников, скульпторов, архитекторов, которые откололись, да, Сицессион, отделение от Ахадемии художеств. То есть, в каком-то смысле, это аналог наших передвижников, да, но с другой эстетикой. Они противопоставили себя Академии художеств как организации, как системе обучения, ну и, естественно, вот всей этой традиционной академической эстетике и стилистике. И, в свою очередь, символом этого объединения было здание, выставочный павильон, который они смогли достаточно быстро для себя построить, спроектировал Йозеф-Мария Ольбрих, однофамилец вот этого создателя Удара-Бича, здание Сицессиана, здание, которое не встроено в фронт застройки, у которого нет одного фасада, который одинаково интересно смотрится с любого ракурса, который увенчан ни на что не похожим куполом, ажурным, металлическим, позолоченным куполом из листвы. Ну вот я показываю только один фрагмент с этими тремя замечательными совами. Коломан Мозер это скульптор, который отвечал за декор здания Сицессиана и был одним также участником этой группы, ну куда входил также, скажем, Густав Клинт, а позднее Оскар Кокошко. А центральные фигурой Сицессиана был другой архитектор, Ротто Вагнер, он был учителем и обреста, и других архитекторов венского Сицессиана. Вот вы видите, какой персонаж, несколько такого мефистофельского вида. Вот его даты жизни, он родился в 841-м, умер в 918-м, то есть он старше большинства архитекторов эпохи Арнуво, справа это его портрет работы Эггана Шиле, вот такой человек, который весьма во взрослом возрасте окунулся, ну в общем-то, в авангардное предприятие, вот во всех отношениях это действительно уже был художественный авангард. он довольно много всего успел построить, я думаю, что все, кто были в Вене, не могли не видеть этот павильон на Карлсплац, по-моему, это называется, Карлсплац, павильон городской железной дороги, их два, один из них сейчас используется как музей Вагнера, туда можно зайти и посмотреть на макеты и фотографии его построек, ну вот такой садовый павильон, у которого он городской, но по форме садовый, напоминающий отдаленно рококо, то есть вот Арнуво, отрицая академизм, все-таки находит какие-то отзвуки вне классических стилях, либо в средневековых романике и готике, либо в барокко и рококо, но очень сильно модернизированных, по-новому трактованных. Майоликовый дом от Вагнера в Вене, доходный дом, 36 квартир там, совершенно встроен в линию застройки бульваров, но имеет абсолютно новую, не имеющую прецедентов, декорацию фасадов, то есть это сплошная майоликовая облицовка с единым орнаментом, который охватывает всю композицию, несмотря на то, что она прорезана равномерной сеткой окон, и опять же этот декор продуман повсюду, он пронизывает все здание, то есть там масса деталей, которые можно разглядывать, которые, с одной стороны, используют растительные формы уже довольно откровенно, как вот эти маки, которые почему-то вьются по фасаду, или в перилах смешиваются растительные и животные формы, потому что эти листья вдруг начинают напоминать очертания лебедей, и в то же время все равно здесь присутствует экономия средств, потому что если много рисунка и вводится цвет, убирается рельеф, если это интерьер, то вот с очень активной линией и очень активной пластикой самого пространства лестницы, значит, здесь убирается цвет, не должно происходить сенсорной перегрузки, это вход, решетка на входной двери, опять же, вот этот элемент монохромен, происходит строгое дозирование этой орнаментики. Более поздняя его постройка, другой типологии, с которой мы не связывались, это церковь, церковь святого Леопольда на окраине Вены, собственно, она связана с комплексом психиатрической больницы, которую Вагнер тоже проектировал, но мы с вами посмотрим только церковь. И вот здесь, кстати, еще интересное обстоятельство, за исключением Англии, вот все те примеры, которые мы смотрим, это католические страны, католические земли. Арнуво расцветает прежде всего там, то есть, наверное, там, где прочнее была связь и со Средневековьем, и с Барокко. По разрезу вы можете судить, что мы имеем дело с вполне прогрессивным инженерным сооружением, то есть, очертания купола напоминают венские барочные церкви, вполне, но при этом линии гораздо проще, гораздо геометричнее, чем это было свойственно настоящему барокко. А декор весь подчеркнуто какой-то иной, новый, свежий, здесь достаточно серьезный, потому что речь идет не просто о католическом храме, но еще о храме при психиатрической лечебнице, то есть, тут есть еще тема скорби и того, что архитектура вместе с верой в Бога должны помочь из этой скорби уйти. И на фасаде повторяются такие изображения ангелов, а вот интерьер. Пространство очень свободное, ну, можем даже сказать, в общем-то, крестово-купольное, в современной интерпретации, преобладающий цвет белый, много света, тонкое позолото, и к белому добавляется такой сизо-голубой. Значит, опять же, все детали спроектированы архитектором. И алтарь, и алтарная композиция, и светильники, вот эти абсолютно удивительные светильники со свисающими гроздьями белых стеклянных шаров. Когда мы начинаем присматриваться к деталям, мы видим, что сами по себе детали начинают стремиться к какому-то геометрическому минимуму. Да, вот здесь квадратная сетка или вот такие, даже не знаю, как их назвать, заклепки. Ну, естественно, там, где наиболее важное символическое место, алтарь, там декоративность повышается, но тоже отдельные формы достаточно просты и геометричны. Сейчас мы посмотрим на действительно авангардную постройку. Я даже думала о том, не перенести ли ее в следующую лекцию, но мне кажется, что важным, чтобы было понятно, что вот все эти тенденции в освоении новых материалов и уже именно модернистской эстетики, они были заложены еще в эпохе Арново. Сберкасса в Вене, но, к сожалению, перевармотировалась у нас в 1901-1906 годах. Так, когда вы подходите, особенно сильного впечатления не происходит. Вот здесь мы видим проектные рисунки. Здание на не очень удобном участке, но тем не менее формирует перед собой площадь и имеет такой центричный фасад, который к ней обращен. А теперь смотрим на детали. То есть на углах центральной части фасада мы видим скульптуры Виктории с венком победителя. Скульптуры выполнены из алюминия. И это по всей вероятности первый пример использования алюминия в скульптуре. То есть то, с чем мы будем сталкиваться в 20 веке в эпоху ар-деко, в том числе можем... Ну ладно, хорошо, всякие. Значит, алюминиевая скульптура, причем вот этот скульптор, который работал с Вагнером от Маршинковец, он в этом материале видит предлог для того, чтобы вводить элементы сходства с машиной в изображении крылатой женщины. Он не прячет этих швов и он очень сильно геометризует линии. На левой картинке облицовка фасада. Это мраморные плитки, которые как бы приделаны к стене алюминиевыми заклепками. Интерьер центрального кассового зала. Что мы видим? Металлические столбы с заклепками абсолютно индустриального вида. Мы видим стеклянный свод, сплошной стеклянный свод, матовое стекло. И при этом мы видим, обратите внимание, стеклянный пол, потому что внизу находятся служебные помещения, там, где хранятся ценности, туда тоже должен проникать в какой-то степени дневной свет. Смотрим детали. Я на самом деле забыла попросить мышку, но между дверьми, видите, по сторонам от дверей стоят такие колонны. Это радиаторы, через них идет тепло центрального отопления. Вот вы видите фрагмент. Это скульптура и машина одновременно. И на левой фотографии вы видите, как этот металлический столб, несущий конструкцию, примыкает к полу, пол вымощен стеклоблоками и расчерчен черно-белыми мраморными полосами, образующими клетку. Вот один и тот же архитектор за короткое время, практически за 10 лет, приходит к такой индустриальной эстетике. При этом связь с Арнуво не исчезает. Очевидно, это лестница того же здания Венской сберегательной кассы. кабинеты кассы и места для освещения. Вся мебель специально спроектирована и потом пошла в тираж. Это типовые изделия и кое-что из этого производится до сих пор. И вы посмотрите, как трансформируется, приходит практически к минимализму узоры, орнаменты Арнуво. Эту виллу на секундочку я оставлю на экран для того, чтобы понять, что все равно идеалом жилой среды оставалось отдельно стоящее здание со своим садиком. И такое здание принципиально не должно было быть фасадным. То есть оно должно было одинаково работать во все стороны. Пока Вагнер претерпевал эту свою эволюцию, рядом с ним подрастал последователь и критик Адольф Лоус, один из очень влиятельных культурных героев, очень важных уже для последующего XX века. Важен он, может быть, не столько своими произведениями, сколько своими сочинениями. Он был архитектурным критиком и с начала XX века публиковал различные статьи, довольно едкие, которые в итоге сложились в концепцию его самого знаменитого эссе «Орнаменты преступления». Рядом с фотографией Лоуса я поставила афишу его публичной лекции на эту тему. Лоус утверждал, что стремление украшать себя и окружающую человека среду свойственно примитивным народам. Как тогда говорили дикарям, тогда еще политкорректности не придумали и никого особенно не шокировало то, что он называл людей, которые покрывают свою кожу татуировками, жители океании, низшими существами. А цивилизованные люди должны от орнамента освободиться, что совершенная форма, в том числе архитектурная или любого предмета обихода в орнаменте не нуждается, более того, он эту форму и эти предметы опошляет, снижает, ну как бы это признак дурного вкуса, грубо говоря. И действительно вот этот текст привел к поискам способов обходиться без орнамента, но это не значит без декора. Ну Барк Кертнера правильно там будет это А с двумя точками наверху. Барк Кертнера, который очень быстро переименовали в американский бар, это один из центров венской джазовой культуры уже в 20-х годах 20-го века. Интерьер сохранился. И вот вы видите, как этот человек, который так гневно говорил об украшательстве, все-таки создавал, ну по крайней мере в баре, там должно быть весело, весьма эстетически насыщенную среду с использованием активного цвета, но крупных геометрических форм, то есть тоже никаких рюшечек, никаких цветочков, а только очень простые формы и строго подобранные цвета. А вот это жилой дом, но это более революционное сооружение, я бы сказала, нашелся заказчик, интеллектуал, который вот позволил Лосу произвести над собой эксперимент и построить вот такой дом, у которого все четыре стороны совершенно разные, но который при этом совершенно не похож на нечто органически выросшее, как это было у Вагнера. Это очевидная какая-то архитектура, которая подчинена архитектурной логики, но тем не менее этажи разной высоты и окна разной высоты, окна расположены там, где это нужно по логике внутреннего устройства, никакого декора здания не является современной скульптурой. Я показываю старые фотографии, где дом не такой заросший, не очень хорошего качества чертежи, но все равно можно представить, что там действительно все этажи не похожи друг на друга. Но по разрезу видно, что, конечно, архитектор лукавит, что это никак не чистый функционализм, хотя это то, что называется функциональным модерном. Это позднее арнуво, который отказывается от декора и стремится к максимальной рациональности. все-таки там, где происходит это скругление, явно непонятно, как использовать это помещение. И пока такая круглая крыша, она, конечно, продиктована эстетическими соображениями. Интерьер вполне комфортный при том. И самое важное, это постройка в центре Вены напротив Старого Королевского дворца. Это, как мы сейчас сказали, мультифункциональный комплекс, известный просто как дом Лооса, не потому что он им владел, а потому что он его построил. Сейчас его основное помещение занимает Рафхайзенбанк, куда, соответственно, можно зайти. И это уже опять неоклассицизм, неоклассика и начало неоклассики XX века. Ежа-плещника, которого я упомянула в описании этой лекции, я вам все-таки сейчас покажу только этой картинкой. Он нам будет важен в наших следующих лекциях. Я хочу обозначить, что этот чехословацкий архитектор тоже ученик Вагнера и тоже сформировался в Вене. Но хотя самые важные свои вещи создал потом в Праге, Братиславе и Лубляне. Но вот в Вене он успел построить такой дом, который тоже привлек очень большое внимание. Надо сказать, что как у Вагнера здесь в качестве облицовки фасада использована керамика, но декор сводится к скульптуре. То есть тоже привлекается крупный скульптор Франц Мэтснер, тоже участник Сицисиона. И посмотрите, вот здесь эти новые атланты с очень сильно пригнутой головой, характерные именно для эпохи Арнуво и более позднего времени. Теперь мы совершаем бросок на запад, обратно на Британские острова, но не в Англию, а в Шотландию. Почему я такую сделала связку? Дело в том, что Чарльз Ренни Макинтош, один из важнейших архитекторов и дизайнеров Арнуво, очень много участвовал в венской художественной жизни. Он принимал участие в выставках Сицисиона, его привозили отдельно, его работы публиковались в Версакрум и других австрийских журналах. В общем, он очень тесно был связан с этой традицией. Больше, чем с английской, больше, чем с последователями Морриса, которых я вам не показываю. И рядом с ним я показываю фотографию его жены Маргарет Макдоналд не только как факт его личной жизни, но и как признание того, что она была его полноправным соавтором. Просто в то время было не принято об этом открыто заявлять. И на протяжении большей части XX века как-то считалось, что она ему помогала делать графическую подачу, может быть, какие-то отдельные декоративные предметы проектировала сама, но исследователями последних лет установлено, что она также много вкладывала в архитектуру и дизайн интерьеров построек, который принято было подписывать именем Макентоша. Вот он такой персонаж, архитектор, художник. Они оба закончили школу искусств в Глазго. Я написала эту цитату и поставила акварель Макентоша. Этот акварель довольно поздний, но он рисовал цветы упорно на протяжении всей жизни. Не для заработка, а следуя велению души. И вот он пишет, что искусство это цветок, жизнь это зеленый лист, и пусть каждый художник стремится сделать, создать вот этот цветок, эту прекрасную живую вещь, а видите, в конце концов, создать вещи более драгоценные, более прекрасные и более долговечные, чем сама жизнь. То есть архитектура должна быть цветком, но имеет то преимущество, что она не увянет вечером и проживет дольше, чем ее создатель. Вот это важное очень произведение, новое здание школы искусств в Глазго. Вот его строили долго, естественно, это большое здание. я так понимаю, что как раз его Макентош спроектировал еще без участия жены, хотя они оба там учились, они оба там познакомились, но поженились, они в 1900 году вместе стали работать, скорее всего, после этого. Вот я хочу, чтобы вы обратили внимание на отличие стиля. Заказ этот Макентош получил, когда он был 28 лет. Вот представьте себе, современный 28-летний архитектор, какие имеют шансы. Здание, которое одновременно, видите, оно все облицовано камнем и изображает, ну, как бы там есть отсылки к какому-то замковому строительству и абсолютно современно за счет этих гигантских окон и еще за счет перепада рельефа. Вы видите, оно стоит на склоне и вот здесь нижние этажи, они находятся за барьером, который мы видим. Вход сразу на второй этаж с этой стороны, он же, по-моему, третий этаж с той стороны. И вот снаружи такая немножко брутальная эстетика отсылает к средневековым каменным постройкам Шотландия все-таки кованное железо, обширное остекление состоит из маленьких кусочков стекла, тоже как будто это старинная постройка, и при этом вот каждая эта деталь кованого железа, вот она создается именно как цветок, как нечто органичное, прекрасное, но при этом долговечное. Вот эта птичка на шарике тоже функциональный элемент, это флюгер, указывает направление ветра. Ну вот такой графикой Макентош показывал два совершенно разных основных продольных фасада этого здания, у него разное количество этажей с двух сторон, абсолютно разной формы окна, с одной стороны вот эти большие прямоугольники, с другой стороны выпуклые вот такие эркеры. План при этом достаточно простой, то есть там преобладают прямоугольные учебные аудитории, мастерские, но главное помещение это библиотека и на разрезе вы видите, что там довольно хитро происходит перепад уровней, в том числе есть внутренние балконы. Да, и еще вот здесь на самом деле подписано, что на этих планах указаны переделки, изменения проекта. Долго это все строилось, и видимо все-таки юный архитектор не смог сразу все предусмотреть. И вот эти интерьеры знаменитой библиотеки тоже такие очень брутальные и маскулинные, хотя обучение в школе искусств было доступно и для женщин тоже, и создана мебель, которая должна была быть еще очень прочной, потому что студенты, понятно, нежно с мебелью обращаться не будут, то, что называется вандалоустойчивый, но вот, к сожалению, год или два назад в библиотеке произошел крупный пожар, и теперь этот интерьер придется восстанавливать практически с нуля. Частные заказы на жилые дома Макентоши стал получать довольно быстро, но очень сильно он укрепил свою репутацию, поучаствовав в конкурсе на проект дома для любителей искусства, объявленного как раз австрийским интерьерным журналом, и вот эта графика уже выполнена Маргарет Макдоналд, надо сказать, что вот эти листы с проектами, они весьма подробны, их много, по ним этот дом был построен в 1990 году, сейчас это одно из самых модных мест бракосочетания и празднования свадеб в Шотландии, музыкальная комната, да, то есть это опять же фантазия, сказка, но совершенно другого рода, нежели в парижском варианте, да, ясный ритм, много света, преобладание прямоугольных форм и включение цветочных элементов. Из того, что было построено и благополучно существует до сих пор, это, наверное, самое известное, это чайная комната в Глазго, вот такой дом, наверху находятся жилые покои владелицы, а первые два этажа, это, собственно, чайная, ну, внизу сейчас магазинчик, а вот за этим длинным окном располагается кафе, разумеется, вывеска, это тоже произведение Макинтоша и Макдоналд. Вот здесь мы видим эти знаменитые стулья, которые тоже тиражируются и являются одной из икон Арнуво. И что мы видим? Опять использование витражей, использование кованого металла и экономия художественных средств в том, что касается цветовой гаммы, то есть есть белое, лиловое, розовое и темно-коричневое или черное и ясные, очень геометризованные формы и самое главное ясный ритм. И приближаемся мы к концу нашей истории и сейчас я хочу немножко показать самого экзотического варианта Арнуво, это вот этот каталонский модернизм, который мы все обычно представляем по творчеству Антони Гауди, но суть в чем, что Гауди или Гауди, наверное, как правильнее, это такая вишенка на торте, что большая часть этих одинаковых кварталов, которые начали строиться в конце XIX века, как раз после этой всемирной выставки 1888 года, это все вот этот каталонский модернизм. Но Гауди все-таки покажу просто для того, чтобы обозначить особенности его подхода, да, вот это Каса Мила, видите, это поздно, то есть уже в Австрии к этому моменту сплошная геометрика и в Германии, да, в общем-то и во Франции, здесь полная органика, причем это совершенно какая-то другая степень превращения архитектуры в органику, да, вы когда смотрите на план многоквартирного жилого дома, да, его можно перепутать с разрезом какого-то микроорганизма, скажем, под микроскопом на клетке листа, например. но более характерны какие-то другие примеры, там было множество архитекторов, я покажу только одного, это невероятная избыточность декора, совершенно невообразимая в других странах, ну, кроме, может быть, Португалии, потому что здесь вот этой вот старой традиции, да, от которой отталкивается новое искусство, новая архитектура, является мавританская архитектура, как это называлось, да, то есть арабское наследие на территории Испании, и, скажем, цветные изразцы, и резьба, и так далее. И вот посмотрим на этот пример, так непонятные у меня даты, должно быть 905-908, каталонский дом музыки, музыка там тоже была очень специфическая в этот момент, новая, как бы современная музыка, но люди из других стран, как правило, не могут ее слушать. Здесь архитектура, вот она обрастает скульптурой, она имеет очень сложный силуэт, да, причем это чисто декоративные вещи, то есть по краю крыши торчат, из крыши вырастают какие-то непонятные башенки, все это тоже похоже на какие-то яйца, гнезда, неизвестно что, и поверхности, при этом очень многие поверхности покрываются яркой цветной керамикой, вот вы видите колоннаду, которую на фасаде даже так особенно не различишь, да, но при приближении видно, насколько это все изукрашено, и, конечно, апогей всего этого, это интерьер концертного зала, довольно простой по своим очертаниям, да, но невероятный по изобразительности, с какими-то готическими консолями, и здесь вот этот стеклянный плафон, видите, он свисает вниз каплей, при этом на него еще можно посмотреть, видимо, сверху, и это гигантский витраж, ну, на самом деле во Франции мы тоже видим похожие примеры, но никогда, нигде не будет такой декоративной избыточности, да, то есть там вот, где я обращала ваше внимание на выбор как бы дозирования, экономию или даже минимализм художественных средств, нет, здесь всего, ну, как бы красиво должно быть много, да, и масса здесь и витраж, и золочение, и резьба, и роспись, и скульптура, и декоративный текстиль, и все это работает вместе. И последнее, на чем я совсем кратко остановлюсь, это наши родные места, я даже не буду затрагивать Петербург или Самару, скажем, да, где были своеобразные версии вот этого русского модерна, и, в общем-то, и не буду подробно показывать и рассказывать о том, что было в Москве, потому что про русский модерн полно и лекций, можно сказать, на экскурсии, самое главное, можно пойти самим посмотреть лучшее произведение московского модерна, особняк Рябушинского, где есть музей Горького, куда можно просто зайти. Просто я хочу обозначить то, как мне представляется место нашего артного в архитектуре. Ну, во-первых, почему Москва стала более важным центром, чем Петербург. В Петербург модерн приходит позже, в скандинавском варианте мы это обычно называем северный модерн. Ну, вот нам это немножко проясняет судьба первого из важных архитектов русского модерна Льва Кепушева. Он закончил в Петербурге институт гражданских инженеров и не мог особенно конкурировать с... Он хотел делать художественную архитектуру, на этом рынке в Петербурге доминировали выпускники Академии художеств, и он очевидно хотел делать какую-то другую архитектуру. Опять же, академия, то есть у нас академия, та, от которой отпали венские институционисты, была очень-очень сильна. Вот как бы с ней не спорили разные художники и даже институт гражданских инженеров, где готовили техников архитектуры и действительно гражданских инженеров, все равно вся эстетика там была академическая, очень прочно это все прививалось. В Петербурге было невозможно от этого отступить. В Москве проще, и в Москве есть новый заказчик. вообще везде основные заказчики архитектуры армуво и это просвещенная буржуазия, это купечество, это промышленники, это новые богатые, это не аристократия и это очень-очень редко муниципалитеты. Значит, в Москве как раз просвещенное купечество. есть заказчики для новой модной архитектуры. О том, что эта архитектура модная, сначала узнают заказчики, которые ездят по своим делам на всемирные выставки, которые выписывают международные журналы, которые просто ведут бизнес в других европейских столицах и узнают, как положено жить равным им, людям, их социального слоя. Им нужна такая же архитектура. И собственно вот этим пользуются наши, ну не так их было много, но вот сколько заказчиков было, столько архитекторов нашли себе дело. Иногда даже оказывалось, что архитекторов чуть-чуть больше, чем заказа. Все-таки самое крупное по размеру произведение московского модерна гостиница «Метрополь». Она создана двумя авторами Кекушевым и Валькотом. Там была сложная история, но вот известно, что первый конкурс на проект гостиницы «Метрополь» выиграл Кекушев, а заказчик отдал все равно работу Уильяму Валькоту. как вы видите, он английского происхождения, но при этом он учился в Петербургской Академии Художеств у Леонтия Николаевича Бенуа, важнейшего педагога, архитектора, который выучил очень многих архитекторов советских. Но Валькот мог освободиться от диктата академизма, потому что все-таки был англичанином. И у него были английские представления об уюте, о том, какая должна быть приятная среда, и в частности о том, каким должен быть современный отель. И в итоге там, ну знаете, у Метрополии очень сложная строительная история, пришлось Валькоту соединиться с Кекушевым, у которого была более мощная фирма-подрядчик, и который был вообще практиком. И вот они совместно создали эту гостиницу. Индивидуальных заказов, таких качественных интересных, Валькоту удалось получить не очень много, но одна из наиболее удавшихся его построек, это особняк Марии Якунчиковой, художницы круга мира искусства, а это вот первый эскиз этого особняка, так он себе представлял, жилища дамы-художницы, любительницы искусств. Мы видим, что этот особняк выделен из городской среды, отделен от улицы полисадником с очень изящной решеткой, над окнами там картуши такие скорее напоминающие Рококо, но Якунчикова довольно хорошо знала, что она хотела. И в частности в сферу ее интересов входила художественная керамика. И вот если бы я читала вам лекцию про русский модерн, я бы в качестве предыстории включила, скажем, Абрамцева. Абрамцева, то, что там происходило, это русская версия движения искусств и ремесел. То есть тут английское и русское течение, вот эта предыстория Арнуво соединяется. И в результате Валькотт построил ей вот такой дом, геометрический, строгий, без особых завитушек, кроме все-таки решетки ограды и одного картуша над входом, скульптурный, то есть составленный из разных объемов обусловленных функций, а главный декоративный элемент это рельефная рельефная керамика, дизайн которой сделала сама Якунчикова. И наконец, все-таки самый яркий наш архитектор, Федор Федор Шехтель, Франц, Адольф, по-моему, его звали, потомок баварских колонистов, но совершенно все-таки русский по образованию, по культуре, он вырос в Саратове и дальше учился и одновременно учился на практике архитектуре в Москве, он никогда не получил законченного архитектурного образования, но в 1901 году по сумме работ и заслуг был признан Петербургской академией художеств почетным академиком. Это очень интересное обстоятельство, для того, чтобы быть выдающимся архитектором Арнуво, не обязательно было иметь архитектурное образование. Шехтель работал много и долго, и, собственно, сформировался он вполне в эстетике историзма, в нашей версии, это неорусский или псевдорусский стиль. В частности, он принимал участие в постройке здания Государственной Думы. Он работал с Каминским, он учился у Чичагова, и вот в какой-то момент вот этот археологический русский стиль, он перерабатывает в нечто совершенно новое. Может быть, вот здесь надо было поставить вот эти две картинки. Вот, посмотрите. В 1900 году он создает этот проект скоропечатни Левинсон типографии в неорусском стиле. Ну, он движется в сторону модерна, но все-таки это еще историческая стилизация. И вот, сделав этот проект, он уезжает в Париж на всемирную выставку, получает там некий приз, но главное, он смотрит, что делают, что показывают архитекторы других стран, и что делают парижские архитекторы, и приезжает оттуда уже архитектором модерна. И дальше, вот посмотрите, что он делает с неорусским стилем на следующий год в Глазго, он какие-то узнаваемые мотивы традиционной русской архитектуры превращает в такую очень театрализованную скульптуру, свободную от деталей. Вспомните еще раз наше здание Государственной Думы и исторического музея, сколько там деталек. и начинает совершенно иначе обращаться с пластикой, вытягивает из этой русской традиции скульптурность, криволинейность, контрастность объемов. И, в общем, очень быстро понимает, что он может обойтись и без исторических отсылок совсем. И лучшие свои произведения, известные вам Особняк Дирожинский, Особняк Рябушинский, он создает в стиле, который ближе всего наверное венскому варианту модерна, постройкам Вагнера, постройкам Обриста. И это архитектура, которая одновременно скульптура, которая существует вместе с живописью. Я думаю, вам всем знакома эта лестница, этот кадр. Я из интерьера Особняка Рябушинского показываю, его для того, чтобы показать, что опять мы видим природный мотив, волна, медуза, архитектура, она же скульптура, и она скомбинирована с витражом над входной дверью с изображением рощи. И эта фаза, этот пик модерн, он проходит совершенно мгновенно. То есть через очень короткое время, через несколько лет, для того же заказчика Шехтель проектирует и строит деловое здание, типографию «Утро России» в Путинковском переулке, и это то, что мы называем рациональным модерном, и это опять подход уже к той геометризованной современной архитектуре, с которой начинается собственно XX век, которая станет вот такой важнейшей линией, сутью, наверное, архитектурного развития XX века. Ну вот на этом я закончила. Если у вас есть вопросы, я остаюсь отвечать. Если у вас есть вопросы, поднимите руку, я подойду к вам с микрофоном, и вы сможете задать его. У меня есть вопрос, пока остальные думают. Скажите, каким образом произошел разлом между растительными мотивами и вот этими изогнутыми линиями геометричным формам? Как эти тенденции сменили друг друга? Вы знаете, это очень непонятно. То есть, скорее всего, скорее всего, дело в том, что опыт показал, что человеку тяжело находиться среди такой активной изобразительности. Да, это очень красиво, это очень эффектно, но когда у тебя такая яркая декорация окружает тебя в повседневной жизни, она начинает утомлять. И вот стремление к простоте, я думаю, было таким двигателем. Вообще поразительно, как варнуво начинается этот отход от традиционных форм, и дальше идет стремительная эволюция. Вы могли бы перечислить, вы кратко их называли, но вот немножко еще раз перечислить, какие тенденции привели к этому модернизму, которые привели к модернизму? Ну, в первую очередь, это представление о неразрывности функции и конструкции. Это значит, что объем постройки, определяется в первую очередь функцией и также способом строительства. Другие, наверное, вещи, они скорее философские и эстетические. Вот это стремление к свободе, счастью, свету и веру в то, что всего этого можно достичь с помощью архитектуры, это вот те интенции, которые по-новому стали решать уже архитекторы в 10-х, особенно в 20-х годах 20-го века. Спасибо большое. Аплодисменты. Спасибо. Продолжение следует...